Сегодня слои, как-то так мягко, не впадют, не в свободу. Это касается и того, когда читатель сталкивается в таком слове, касается такой ситуации, или даже ситуации более ремитивной, когда надо понять, как писать правильно некое слово. По моим наблюдениям, и каким-то таким не очень научным вопросам, сегодня вместо того, чтобы снять сколки словами, чтобы узнать, что значит слово, или как его крайне написать, сегодня на симптом языках, иностранец тоже, скорее обращается к интернету. Это связано с несколькими причинами, и одной из них я назвал. Надежды найти незнакомое слово в створе почти нет. Поэтому, если выходим из этого, скажем, решить, как правильно писать, некое новое слово, то бессмысленно есть слова, это скорее всего не найдет. Хотя не обязательно так же появляются некоторые более динамичные системы. Поэтому человек обращается к интернету. Ну и что происходит? Ну, например, задача простая, как правильно писать слово. Какую в интернете информацию и как правило получает человек? Чаще всего он обращается в поисковой системе. Ну, например, на аннушке. И набирает, скажем, коровы и коровы. И дальше, грубо говоря, сравнивая статистика. Одно слово употребляется миллион раз, а другое — десять тысяч. Как писать? Идти за большим словом. Другой способ состоит в таком взаимодействии, в непосредственном взаимодействии с компьютером, когда поисковая система начинает делать подсказку. Играет. Да, и мне сразу дает мне эту подсказку. Иногда, ну, вот, или я, там, скажем, решаю вполне конкретную задачу. Как писать слово или рай? Некая новая традиция. Есть приливание на национальный рера или рера. Яндекс, в частности, другие системы, сейчас тоже подхватили это. У нас для русского языка начинал Яндекс. Вступает в некое взаимодействие с человеком, а именно он навязывает ему подсказки. Ну, в частности, это уже подсказка, которая предошла после набора слова. То есть это не всплывающее одно. Но, вот, я скажу, можно будет искать рерайка и рекомендует обратиться еще к этому слову. То есть он как бы исправляет лучше. Есть еще более сильные подсказки. Когда Яндекс в выдаче статистики меня дает выдачу на другое слово. То есть он правил ошибку и говорит, вы, наверное, ошиблись, а вам нужна эту задачу. Участок не действует, это затрудняет работу, потому что, когда я еще не знаю, и неправильный написание, не мешает активным подталкивать. К правильному написанию. Казалось бы, программа работает на грамоте, но это только так, потому что сейчас такие коррекции происходят. А вообще говоря, тот же Яндекс, например, руководит запросы, ориентируется на счет того запроса. И, скажем, долгое время подсказка была, когда человек выбирал агенны, ища слово агентство, подсказка была агентство, то есть неправильное написание, т.е. пропущено. Потому что таких запросов было больше, чем правильное агентство. Сейчас, скажем, в Яндексе есть какая-то грамматическая коррекция, насколько она главная не знает, я думаю, что никто. Активно наступает человеку в взаимодействии со стел-чекером, в результате чего, скажем, у нас появились устойчивые синтаксические инвентационные ошибки, потому что стел-чекер часто аргументуют неправильные а пользователи следуют за этим активным, в том числе корректоры, которые работают в соответствующих изданиях. Ну, пропущу некоторые еще вопросы и перейду к более интересному способу, хотя требующему немножко больше работы. Итак, первый способ обратиться к поисковой системе, а второй способ все-таки обратиться к словарям в интернете. И, ну, назову два главных. Первый способ в Яндексе обратиться к словарям, и вот выдается либо переводная информация, либо информация по словарям и энциклопедии. Причем, понятно, что Яндекс не ранжирует качество, не ранжирует эти словари энциклопедии, не оценивает качество, он просто выдает информацию по набору, который содержится в архиве Яндекса. Тем не менее, эта информация довольно полезная и часто помогает нам произвести, что значит то или иное знакомый способ. Есть еще другие способы подобного рода вещи на других сайтах. Например, самый известный сайт такого рода это Грандер 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 Где у меня заложены склори, они указаны вот справа набор склори, по которым программа прогоняет требуемое слово и выдает информацию в этих словарях если слово в данных словарях содержит. Ну, опять же, часто слово не содержится в словарях, потому что мы получаем новую информацию, но тем не менее, сейчас появляются более регрессивные слои, в частности, в различных словарях под редакцией Лапарина уже включили блог, блогеры, и многие другие слова, и мы получаем информацию в рекомендуемом написании. Сплакование, наверное, в толковой словаре консервативнее и, как правило, резко получают вот такие важные новые слова. Естественно, что преимущество электронного поиска вот такого рода состоит в том, что мы экономим временем более словаре, у нас включаем информацию по многим словарям. Есть еще сайты такого рода, в частности, сайты с помощью институтовского языка. Таких сайтов много, это способ стал одним из основных. Ну вот, еще теперь перейдем к энциклопедиям. В данном случае, поскольку времени осталось немного, я сразу скажу мне круги энциклопедии, которые мне интересно составляют классические энциклопедии наши, энциклопедии британики и так далее. Ну, конечно, веки энциклопедиям много разин. И, к сожалению, здесь я должен сказать, что уровень веки педии на разных лицах очень сильно увеличивается. Ну, понятно, разный уровень энциклопедии, по-английски. Главный способ информации в интернете, а если говорить информацию в самом интернете, то, главный мини-генциклопедиям не одна из классических традиционных энциклопедий, даже близко не подходят по углу ни к англоязычной Википедии. Ну, недостатки тоже хорошо известные и откудаются всеми. Главный недостаток это недостоверность информации, по крайней мере, считается, что информация в Википедии недостоверна. В частности, когда я читал статьи рецензируемые журналы англоязычные, кто писал все эти статьи было ссылкой на Википедию, то я получил возмущенный возмущенный крик рецензента в том, что об этом ни один другой источник не дает информации. Но, тем не менее, интересных информаций огромное, в Википедии в Википедии можно рассматривать как исходный фундамент информационный, от которого можно идти дальше, в том числе, проверяя информацию, которую в Википедии. но, сегодня, в Википедии очень оправдаются ссылки некоторые виды, предпоненты в Википедии, но основные это все ссылки, по которым вы можете найти в интернете подтверждение информации из славы наставить. Ну, теперь перехожу к критике, пока далеко не полезно, у нас какая-то нескольчая завернута, но более конкретная. Критике Википедии по-русски. Википедия по-русски является младшим сеструем английской Википедии, но, к сожалению, уступает во всем. Это касается и качества, и количества информации, и главное завершенности статей. Количество незавершенных статей. Я, имею право, не буду говорить, не право говорить, только в википедии, с которой я работаю. Возможно, другие области устроены, иначе, на-первых, вериться с трудом. Но я говорю более всего о физическом размере, и об информации связанной с интернетом, языком интернетом, насколько они работают не очень последовательно и сравнивают русского и английского википедии. Огромные, конечно, незавершённые статей, и такое впечатление, что авторы статей интересных писали на то, и дает из таких прошлых условий в общем не соответствует информации. Более того, самое печальное, даже не но мы сравним с английским, понятно, что ресурс человеческий в английской институте значительно больше, не знаю, количество людей в порядке. в английском википедии пишут по-другому сборный мир, даже не сборная говорящая формистская, а сборный мир, вся информация, и мы знаем, что информация русской википедии в английском тоже чувствуется, скажем, как подонки в английских википедий содержится. это понятно, но если мы сравним тексты русской википедии, скажем, сегодняшней и стилей недавности, то оказывается, что сегодняшний, я подчеркиваю, что сегодняшний менее информативный. Вполне возможно, что вычищается из википедии статей, ну, я часто говорил о интернете обоих обоих очень интересных областей делал документы политологии. Вычищается по недостоверной информации, но вычищается она каким образом? Она не проверяется, она просто выбрасывается. И, скажем, статья о интернете законе примерно десятилетий, была бы значительно более интересной, чем сегодняшний. Кроме того, что вычищается некая информация, еще одна очень странная вещь происходит, а именно возникает некая научная интерпретация. Причем, я как английский оцениваю интерпретацию крайне низко. изначально возникает такая терминология странная. То есть, по-видимому, есть тенденция у Википедии, если первоначально тенденция, старая соревноваться, она обиденна, еще вполне субъективное мнение, но течение, что Википедия хочет проявлять классические принципы, по-видимому, но теряет то преимущество, которое у нее было, преимущество в мобильности, в информативности, пусть с недостоверностями, которые мы имеем. Но, еще раз говорю, если это будет интересным, у нас будет подробнее, и повторяю, что это не отменяет того уважения, в котором я отношусь, к энтузиазму этого дела. Это еще, кстати, сильнее, я бы говорил, в виде словаря, где меньше интереса, информации, больше надежности, и понятно, что в виде словаря мы можем конкурировать с профессиональными словарями, если вы это получаете.